Германия в начале декабря заблокировала российских активов на сумму 4 миллиарда евро. Это министр финансов ФРГ сказал, а на какую сумму прошло платежей в обе стороны? Германия не пользуется газом российским, Германия не пользуется бензином. Нефть нельзя покупать из России, а бензин можно, потому что это не нефть. Просто жесть. Музык, конечно. И в Израиле заблокировали банковский счет российского миллиардера Абрамовича. Видите, счет у Ромы заблокировали, потому что санкции. И в Израиле тоже к этим санкциям присоединился. Поэтому присует Рома Абрамовича. Ну, я думаю, что это будет недолго. Ну, это хороший признак. Видите, что как-то пытается Израиль демонстрировать свою приверженность вот этим санкциям. Ну, что я могу сказать? Нам-то это совершенно безразлично. Если мы возьмем власть, у нас принцип в гробу. Все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. Рома Абрамович один из основных грабителей России. Поэтому, что я могу сказать? Он нигде не спрячется. Это совершенно очевидно. Если мы не возьмем власть, то ему ничего не грозит. Ну, или почти ничего. Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций. Соответствующие документы подготовлены. То есть, Талибан теперь не террорист. В Казахстане почему? Потому что Китай попросил. Вы же понимаете? То есть, Китай сейчас рулит очень активно. На встрече с сотрудниками посольства Афганистана в Тегеране, министр иностранных дел Талибана Амир Мутаки заявил, что отношения Талибов с Ираном находятся в лучшем состоянии. Во время визита, увы, в Аратаро в Тегеран были подписаны все соглашения. Жуть. То есть, Талибы, те, кто ненавидел органический Иран, те, кто, собственно, и получил оружие, чтобы ударить Ирану в спину, да, от Соединенных Штатов получили, они полностью переобулись, потому что их переобул Китай. Китай помирил Талибов с... Ну, всех Талибов нельзя помирить, руководство Талибов помирил с Ираном, Иран помирил с Сирией, и Китай самый главный миротворец. Потрясающая ситуация, понимаете, о чем можно предъявить Китай? Он миротворец, он всех мирит, он за мир задронул, за жвачку. Другое дело, что он там, так сказать, куклами этими манипулирует, да, с пальчиком в жопе, да, там, у Ирана, да, а Иран, соответственно, с таким же пальчиком у этих, у Хамаса. Результат мы знаем. То есть, цивилизационная война. Чьи уши растут? Конечно, Китай. Но Китай миротворец, сейчас еще предъявить, скажут, а ты что? Какие ваши доказательства, да? Байрамов указал на важность отношений с Китаем для Азербайджана. Кто такой Байрамов? Это, помимо того, что это очень распространенная фамилия азербайджанская, это еще и министр иностранных дел. И он заявил, мы являемся свидетелями интереса Китая к Центральной Азии. В частности, мы видим растущий интерес Китая к нашему региону Азербайджану. В последнее время в отношениях между Азербайджаном и Китаем наблюдается положительная динамика. В настоящее время прорабатываются конкретные предложения по расширению сотрудничества в сфере туризма между Китаем и Азербайджаном. Китай, конечно, поглощает просто Азербайджаном. Так называемый тюркский мир, который мог представлять для него угрозу, потому что тюрки достаточно сплоченные, они еще в большей части своей мусульмане, поэтому для Китая представлял эту угрозу. А сейчас нет, он их использует, вот, как марионета, как развел Эрдогана. Нормально, то есть, работает. Китайцы работают исключительно. Причем не надо иметь семь пятей во лбу, чтобы это видеть и понимать. Но эти ребята, они ведутся на это. Они что, этого не понимают? Я думаю, что понимают. Просто их все устраивает. Китай весьма щедр. И я уверен, что он просто вот таких байрамовых там покупает, да, с потрохами. Китай все мусульман перепрохивает. Да, ну там, видите, видео, как китайцы носят даже старинные мечети, а эти черты все, ура, Китай, молодцы, они, они, они хорошо относятся, они за мусульман китайцы, ага. Новые власти Аргентины заверяют, что не собираются пересматривать соглашение с Россией, заявил посол южноамериканской стране Дмитрий Феохтистов. Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президент, министр иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, который окружал пришествие во власть команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены на США, Израиль, Запад в целом. Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов, не будет откат назад в каким-то направлении. Так и будет. Это то, о чем я вам говорю. Но самое интересное не это. Буэнос-Айрес считает экономические выгоды от сотрудничества неочевидными. Это в Бриксе. И не хочет быть в одном блоке, ну то есть в Бриксе, с коммунистами и Ираном. Вот такие вот дела. Милей также объявил о решении президенту Бразилии Лули де Сильве, премьер-министру Индии Модзи. И да-да-да. Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к Брикс. Ну что это значит? Это значит предложение повысить цену. Совершенно очевидно. То есть Милей говорит, мы вот не хотели бы быть в Брикс, потому что для нас не очевидны какие-то там выгоды экономические. Они не очевидны. Сделайте их очевидными, будет все отлично. Только я не знаю, я единственное не могу сказать, Милей говорит, выгоды сделать очевидными для Аргентины или для него лично. Вот я думаю, что в ближайшее время мы поймем. Для него лично какие-то выгоды сделать или для Аргентины. Я ставлю на то, что он все-таки пришел с определенной командой, и его интересует благополучие этой команды. Поэтому, то есть они будут вести себя как компрадорская буржуазия. Совершенно очевидно для меня это. Мадуро заявил, что поручил вооруженным силам начать действия оборонительного характера. Вот о начале военных учений он заявил после прибытия британских кораблей к берегам Гаянной. Готовность, значит, заявил о готовности воевать с Великобританией. Интересно будет с Аргентиной и Великобританией уже воевал. Если с Венесуэлой будет воевать, это будет интересно. Вообще, конечно, американцы себя очень нехорошо ведут. Не понимаю, почему Мадуро еще сидит в своем кресле. Такой минус политики Соединенных Штатов. Это абсолютное недоверие Соединенным Штатам. То есть они плеваются даже быстрее, чем хотят путинцы или Китай. Очень это плохо. И в Японии успешно испытали ракетные двигатели, работающие на коровьем навозе. Китай с большим отрывом лидирует среди импортеров уральских конфет и шоколадок. Китай все скупает. Ввел Китай ограничения на экспорт технологий. То есть обновленный перечень технологий, на которые распространяются ограничения на экспорт, выпущен в Китае. То есть, видите, не все можно. И там ни лазеры никакие нельзя, ничего, ничего, что серьезное такое продвигает науку, образование, медицину, ничего нельзя. Все запрещено на вывоз. Китай все ввозит и с точки зрения технологий ничего не вывозит сейчас. Китай лидирует в Азии по масштабам цифровой экономики. Ну, это понятно. Конечно, то есть Китай... Когда мне говорили, ты ничего не понимаешь в Китае, они там, блядь, со своими там шумотками и так далее. Какими шумотками? Китай в новой общественно-экономической формации находится. И это будет только разгоняться, усиливаться. Потому что, естественные отношения там такие, да? То есть, производительные силы уже созданы соответствующие. Они по всему миру созданы. Да, так они создали еще и производственные отношения под них. А во всем мире тормозятся эти отношения. Поэтому находятся они в капитализме. А Китай в новой общественно-экономической формации. Вы смотрите карту за 20 лет железной дороги Китая. Это вообще обхохочется. 20 лет назад нет ни хера, да? И сейчас вот весь Китай в одних железных дорогах. Их там сотни. И это все скоростные железные дороги. О чем разговор? Конечно, Китай развивается и будет развиваться и перегонит всех. Американцев и кого хочешь. Продолжение следует...